здравствуйте это дмитрий мастерская винтаж аудио но хочу вам предложить посмотреть на вот этот denon это dp40 релиз 78 года но считается что это прообраз вот всех остальных моделей от компании denon которые вот те самые автоматическое управление тонармом там она электромеханическая электромагнитная и здесь в общем довольно все интересно сделано вот этот dp40 там у него есть еще и dp50 старший брат он очень редко сейчас встречается и стоит он подороже более старший модель там под 100 тысяч иен за нее просили этот же был анонсирован за 65 тысяч в 78 году ну вот он такой к нам он поступил значит давайте его поближе сразу к нам он поступил неисправным то есть у него автоматика вот это вся не работала организовано там все довольно сложно то есть там три платы моторы там всякие разные не только вот который тонарм мой тонарм этот сам диск значит вращает да и кварцовый но он то есть стабилизация кварцевая кстати его включу и покажу как это все работает значит тут есть вот несколько кнопочек да таких вот это у нас с вами значит подъема опускания тонаема это все ну кнопки все это электронная это режим репита и соответственно выбор скорости до чтобы нам сейчас что-то воспроизвести нужно вот так вот прикоснуться сенсорной кнопки ведь он поехал и я могу этой кнопкой вот смотрите вращая вот эту рукоятку вот ее даже не на держать пальцем просто вот вращаешь то есть при прикосновении сенсор срабатывает то есть там вот так вот все сделано и можно запозиционировать вот туда куда вам нужно то есть либо выбрать трек либо если у вас диск например там 17 или еще что-то и вот после того как мы все эти манипуляции то выполнили отпускаем просто руку убираем от этой кнопки и вот смотрите видите аппарат отработал и опустил соответственно иглу на то же самое значит прикасаемся он его поднял и я вам просто сейчас покажу как сработает автостоп да то есть вот вот он опустил возможно там сейчас отрежет кусок чтобы мы просто так не смотрели на конец трека а вот он собственно сразу случился ничего отрезать и не нужно и вот видите что произошло да то есть для так как у нас сейчас стоит самом конце вот здесь написано на конце диска то вот аппарат начинает видите что он делает то есть он пока подводит к тому месту куда мы его поставили соответствует срабатывает автостоп и вот он такой в цикл ушел любопытно вот для этого чтобы этого не происходило значит нужно соответственно вот так сделать сначала диска и тогда он отработает так как нужно вот будет у нас с вами начал так ну вот чтоб не было разговоров о том что там что-то аппарате неисправно или еще что-то значит смотрите что я сейчас покажу да то есть он сейчас стоит у нас вот на 30 диске и я пожалуй подниму то нам подведу его вот сюда в самый конец и опущу вот смотрите что сейчас случится и вот конец последнего трека на этом диске вот он кончился и соответственно срабатывание автостопа мы с вами смотрим да у нас сейчас не автостоп а репит режим стоит и вот ведь он опять его поставил в начало если мы режим репита уберем снова поднимем канал и вернем его вот сюда в самый конец да попасть надо вот опускаем то вместо режима репит репит я сейчас отжал кнопка вот он видите уведет ее сейчас на базу опустит тонаром и остановит диск все чудесно отработала вот такая вот машинка очень любопытная пришлось не повозиться потому что действительно автоматика не работала команды не не исполнялись в общем нужно было найти там несколько было неисправных элементов слава богу процессоры были целые вот собственно аппарат сейчас на прогоне ждет клиента будем выдавать спасибо что досмотрели до конца всего доброго слушайте хорошую музыку на хорошей аппаратуре